И перед тем, как мы совершим наше крещение, мне хотелось, чтобы мы совершили молитву. Давайте сейчас встанем все и попросим Господа, чтобы Он пришел на это место и благословил всех нас. Драгоценный Господь, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за великую милость к нам. Спасибо, что Ты, Отец неба и земли, благоволишь к Своим детям. Нас, обычных людей, Ты называешь Своими детьми и заключаешь с нами завет. Мы благодарим Тебя за милость Твою. Мы очень просим, Духом Своим святым, незримо сойди на это место, и благослови всех нас. Присаживайтесь, дорогие друзья. И начать хотелось бы мне со Святого Писания. Это 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих. Здесь сказано следующее. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас со седьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный. Так Господь отзывается о нас, о своих детках. Готовясь к этому служению, мне попала в руки репродукция фрески Микеланджело, которая находится в Сексинской капелле, в куполе. Она называется «Отец и сын» или «Сотворение Адама». Я думаю, каждый хотя бы раз в жизни видел эту фреску на репродукции, хотя бы фрагментарно. Рука одна тянется к другой руке. Я сейчас начну рассказывать, вы обязательно вспомните, о чем идет речь. Так вот, на этой фреске в полном панно изображен наш Небесный Отец. Он изображен на кроваво-красном облаке. Вокруг его окружают ангелы. Он в полугоризонтальном положении. Рука вытянута вперед и изображает экспрессию. Его указательный перст направлен на руку Адама, а указательный палец распрямлен до конца. Все передает то, что Отец стремится к своему творению. Что же Адам? Адам, напротив, изображен в раздумье. Он в состоянии покоя. Он лежит на скале. Его рука тоже как бы расположена и направлена в сторону Господа, но как-то очень вяло. И его палец распрямлен в полной нерешительности. В чем же смысл этой фрески, спросите вы? Это наши взаимоотношения с Господом. Эта фреска передает стремление нашего Небесного Отца к своим детям. Он стремится к нам. Он любит нас. Он хочет быть с нами. Он хочет воссоединения Творца и Творения. И Он уже сделал для этого все. И за нами остается последний финальный шаг. Прийти к Господу. И это решение, и это возможность Господь отдает нам на наше разумление. То есть каждый человек сам для себя принимает решение, прийти ему к Господу или нет. И сегодня своим решением заключить завет с Господом, вы распрямляете этот палец Адама, и вы становитесь своими для Господа. Кем мы были до прихода к Господу? Лучше не вспоминать. Но вместе с тем об этом тоже забывать ни в коем случае нельзя. Но с того момента, когда мы покаялись, с того момента, когда мы принимаем водное крещение, мы становимся народом Божьим, царственным священством, людьми, взятыми в удел. И Господь по своей благодати, по своей милости и великой любви дает нам возможность прожить здесь на земле вместе с Ним весь тот остаток жизни, который нам остается после крещения и до момента того, когда мы зайдем с Ним на небеса. И уже там воссоединимся с Ним навсегда. Но перед тем, как это будет, нам нужно пройти три основных шага. Первый шаг вы уже сделали. Вы покаялись. Вы отреклись от той жизни, в которой вы жили до Господа Иисуса Христа. Вы отреклись от всего того мрака, который был когда-то с вами. Второй шаг вы делаете сегодня. Сегодня вы принимаете водное крещение и заключаете завет с самим Господом. Мы, простые люди, можем это делать по милости Господней. Но и остается одно. Прожить на этой земле весь тот остаток времени, который Господь нам позволит вместе с Ним, служа Ему и Его детям. И ключевым словом в данном случае является именно служение. Почему, спросите вы? А потому что служение – это то немногое, чем мы можем хоть как-то послужить Господу, служа Его детям. Служение полезно для каждого из нас. Служение помогает раскрыть все те дары и таланты, которыми Господь обильно благословил нас. Они дремлют в нас до тех моментов, пока мы ими не воспользуемся на служение Его детям. А также упрочится в тех талантах, которые мы имеем на сегодняшний момент. Служение даст возможность обрести прочный жизненный стержень, который поможет каждому из нас не сломаться, когда в жизнь придут какие-либо испытания. Ну и, конечно же, служение поможет сохранить то спасение, которое Господь дал нам по благодати. Ведь мы спасение получаем по благодати, а сохранить его поможет нам наше служение. Да благословит всех нас Господь. И сейчас я вкратце хочу рассказать, что будет происходить сейчас. Сначала мы сделаем с вами общее фото, потому что такой прекрасный день не может сохраниться только в нашей памяти, у него должен быть более твердый носитель. Потом пастыря спустятся в воду и совершат молитву. После этого вы потихонечку, по количеству пастырей, а сегодня у нас три пастыря, которые проводят крещение, спускаетесь в воду. Если есть ваш пастырь, вы подходите к нему, если нет вашего пастыря, вы подходите к тому пастырю, кто будет рядышком с вами. Становитесь по правую руку от него, ножки ставите вместе, ручки крестом складываете на груди. Одна рука пастыря ляжет поверх вашей руки, вторая будет направлена в небеса. И будет сделана еще одна фотография. Вот эта фотография уже пойдет в ваш домашний архив. Поэтому, какими хотите вы быть на этой фотографии, такими и будьте. Хотите быть веселыми, будьте веселыми. Хотите быть серьезными, будьте серьезными. После этого вам будут заданы главные вопросы. Веруешь ли ты в Господа Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя? Правильный ответ вы знаете? Подсказываю, да или верую. Обещаешь ли служить Господу в чистой и доброй совести до конца своих дней? Правильный ответ также положителен. Да, обещаю. Потом будет сказано следующее. На основе вашей веры и вашего обещания мы крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Запомните это слово, это ключевое слово. На этом слове вы затаите дыхание, а пастырь погрузит вас под воду. Очень большая просьба, не сопротивляйтесь. Не оставляйте ногу назад, чтобы не было борьбы в воде. Почему? Во-первых, вы для этого сюда пришли, а во-вторых, за всю историю существования христианства ни еще одного, ни одного крещаемого не утопили. В вашей жизни никакой опасности не угрожает. Единственное, если у вас есть проблемы со спиной, вы не можете делать прогиб назад, то пастырю шепните об этом, и он поможет вам присесть в воду, так, чтобы вода сомкнулась над вами, но опять же таки, в доли секунды он водрузит вас в то же положение, в которое вы были. После этого под наши аплодисменты поспешно вы уходите в раздевалку. Сестры уходят в сестринскую, братья уходят в братскую раздевалку, и опять же таки, достаточно быстро вы приводите себя в порядок. Для чего? Потому что вам нужно будет выйти сюда, для того, чтобы мы вас поздравили, благословили и вручили вам подарки. Ну, у меня все. Возможно, есть какие-то вопросы? Нет никаких вопросов? Тогда мы будем сейчас с вами фотографироваться. Пастыря, пройдите, мы сфотографируемся. Пастыря, пройдите, мы сфотографируемся. Пастыря, пройдите, мы сфотографируемся. Мы благодарны Тебе за этот день, мы благодарны Тебе за это время, за каждое верное, преданное сердце, которое на этом месте приняло решение заключить завет с Тобою. И мы молим и просим, пусть прямо сейчас, Боже, в момент заключения этого завета откроются небеса, Боже, и Твоя благодать, и Твое благословение прибудут на эти люди. Мы благословляем эту воду, дабы она была прообразом очищения от греха. Мы молим и просим, пусть это решение пройдет с ними до конца, и жизнь, в имя Иисуса Христа. Аминь. Первые три сестрички, а мы пусть и первых сестер. Верующие в Господа Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя? Да. Обещаешь ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Уси, что у Христа христилися, у Христа завернулися, Аллилуйя. Аминь. 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 Герои, шли в Господа Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя? Аминь. Обещаешь ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Да. На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Уси, что у Христа христилися, у Христа завернулися, Аллилуйя. Верующий в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, обещаешь ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Уси, что у Христа христилися, у Христа завернулися, Аллилуйя. 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 Веруешь ли в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя? Обещаешь ли служить Ему в чистой, доброй совести до конца жизни? На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас во имя Отца и Святого Духа. Аминь. У Христа завернулися, Аллилуйя, усі, що у Христа хрестилися, у Христа завернулися, Аллилуйя. Веруешь ли в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя? Веру. Обещаешь ли служить Ему в чистой, доброй совести до конца своей жизни? Обещаю. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. У Христа завернулися, Аллилуйя, усі, що у Христа хрестилися, у Христа завернулися, Аллилуйя. Веруюся ли в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя? Веруюся ли в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя? на основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас Свое во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Аминь.